Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Как быть, если в семье старшие дети обижают младших? Действительно, для нас, для родителей, такая рознь между детьми является большой скорбью. Это очень тяжело. Каждый раз мы с этим пытаемся как-то бороться и видим, что это вновь и вновь проявляется. Что с этим делать? Ну, во-первых, надо внимательно посмотреть на себя, потому что свою родительскую власть мы иногда размешиваем со страстностью, когда употребляем по отношению к нашим детям. И вот употребляли и продолжаем по отношению к старшим детям. Ребенок это очень болезненно и очень ярко чувствует. Когда, допустим, отец ругает ребенка на основании заповедей Божьих, отчитывает его, но при этом он в гневе, он раздражен, или он несправедлив. Потому что можно найти разные цитаты на разные случаи. И не всегда мы, оправдывая свое властолюбие и нежелание разбираться в ситуации, не всегда мы действительно бываем правы. Тогда наш старший ребенок нечто подобное реализует по отношению к младшему. Это еще проявляется, потому что в каждом человеке действует грех. И вот когда человек может обидеть того, кто не в состоянии ему ответить, проявляется вот этот грех такого сатанинского властолюбия, когда я могу причинить зло, обрадоваться этому злу, вот злорадство этот грех называется, и мне за это ничего не будет. Это, конечно, то, что надо пресекать, потому что этот грех, он действительно сатанинский. Так, по крайней мере, всегда говорил архимандрит Кирилл Павлов, когда на исповеди кто-либо каялся ему в грехе злорадства. Господь радуется добру, сатана и демон радуются злу, произрастающему в человеке, или причинению, возможности причинить зло кому-то другому. Поэтому, конечно, в наших детях надо это пресекать. Что делать? Если вот уже началась ссора, и там кто-то поднял руку или обидел как-то, унизил, надо вставать всем вместе на молитву. Надо просто все, встали, поем Царю Небесный. Читаем, Отче наш. Ты один раз, ты один раз, ты третий раз. Медленно, внимательно. И вот эта молитва, она, конечно, угасит ссору, потому что человек будет чувствовать, насколько это противоположное состояние, которое рождается из молитвы, и то состояние, которое рождается в ссоре. А дальше надо разговаривать. Надо разговаривать, надо, может быть, и наказать, для того, чтобы человек понимал, что это зло будет ограничено, наша власть родительская на это направлена. И показывать пример, и давать что-то делать вместе. Вот что-то, что он может научить. У нас в нашей семье 8 человек детей, и я вижу, что в какой-то момент старший, младшему, может что-то передать из своих навыков или поделиться чем-то, что он хорошо уже умеет и что очень любит, а младший не умеет, и ему это пока не открыто. И вот если то, что старшему дорого, попросить его, или он умеет, он в этом компетентен, попросить его научить младшего, он чувствует себя немножко, как там папа или мама по отношению к ребенку. И тогда в нем включаются совершенно другие уже механизмы, и он уже делает это с радостью, и на этом строятся отношения хоть какие-то. Надо понимать, что при большой разнице в возрасте обычно ссор не возникает. Ссорятся чаще всего те, кто друг к другу более-менее близки по возрасту. Это такая конкуренция, мы можем это сказать. Вот такая борьба за свое право быть отдельным. Очень часто, кстати, это исходит и от младших детей, которые вот таким образом провоцируя ссору, они, или провоцируя более старшего ребенка на конфликт, они пытаются завоевать свое отдельное пространство. То есть в этом надо разбираться, надо наказывать, если кого-то мы увидели, что он виноват, и надо об этом молиться. Не только прямо, когда ссора. Вот мы молимся об этом, когда читаем, после, в конце вечерних молитв, читаем молитву по соглашению. Дай нам мир, примири такого и такого, научи нас разговаривать друг с другом. Вот какие-то такие вещи, когда это оформлено в молитву Богу, и ребенок это слышит, в нем начинает что-то меняться в благую сторону. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok